продолжаем разбирать год от движок вот продолжаем и так продолжаем читать также документацию и надеюсь скоро мы дойдем я дойду до ее first game до 1 г но нужно прочитать еще корешу и попробовать и так скриптинг написано вот здесь по не нашему что до год от 30 использовался только один язык или скрипке назывался он год от скрипт сейчас же год от имеет аж 4 официальных языка и какие какие они ну еще написано что если вы большой фан приверженец статически типизированных языков то используйте си шарпи си плюс плюс да да си шарпи си плюс можно использовать но основной основной у нас году скрипт вот он подобен там луа пайтону squiral какой-то и так далее дальше дальше начиная с третьей версии появились языки это вижу скрипт вижу скрипт и куда-то ссылка что это такое ну 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 я думаю вы клацните блины не так классно и посмотрите дальше дальше есть поддержка си шарпа си шарпа си шарпа си шарпа да есть поддержка и можно использовать как бы родной api или родной язык в данном случае для go dot а это язык си плюс плюс на нем как бы не рекомендуется этот язык написано хорош для улучшения производительности но все писать как бы полностью все не рекомендуется и все таки говорят используйте go dot скрипт или visual скрипт но в общем-то си плюс плюс си плюс плюс тоже хорош ну и сейчас сейчас попробуем ну чё тут попробуем походу просто кнопку добавить и обработчик и так и так и так нам нужно добавить чудно в сцену да но тут я вижу панель какая то есть а у меня здесь панельки нет давайте это удалю мы в прошлый раз уже чуть-чуть с этим познакомились поэтому вроде вот я уже даже набрал панель добавляем панель так вот так от растянем дальше 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 надо но и был и баттон то есть метку и кнопку добавить но давайте добавим чудо это будет сначала лейбл и добавим баттон кнопку вот так вот баттон так и вот у нас и вот у нас вроде кнопка а вот вроде текст ничего не видно тут фон можно где-то изменить интересно что то здесь я не вижу рак тема ну свой стиль что-то эту не вижу как тут цвет установить счет это так ладно давайте тогда просто текст добавим где-то текст давайте тексту дорогах hello а есть она кнопку текст тоже должен быть пресс не там вроде было прессами да теперь надо добавить скрипт как нам добавить скрипт правой кнопкой на панельке выбираем правую кнопку и attach скрипт оттачь так 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 это вижу скрипт это год найти найти вот это по мосе плюс плюс на чем у нас тут примеры по идее тут даже может быть и написано так добавить скрипт и чё нам надо тут выбрать а-аааа language gd script это типа родитель чин наследник классный нет тут дефолт of say hello давайте напишем say hello и и и я понял нажимаем create и где-то да а вот вот у нас и hello появился так так extends это типа расширяем панельку вот наша панелька так так а тут айдишка есть у нее ладно я думаю с этим разберемся эй а как так это контроль с нажал сохранить а где наш скрипт а вот вот здесь видно и теперь 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 говорят а вот можно открыть я понял вот сейчас я клацну сцену а чё на не клацается а вот 2d вот наша панелька и вот здесь вот такая бумажечка или как я назвать и вот сразу открываем этот скрипт есть теперь что у нас тут что у нас тут давайте еще раз панельку выберем not тут внизу где-то но да и вот скрипт привязка до какой скрипт обслуживает как бы эту панельку так чё нам надо делать ready ready это вызывается когда когда активно становится это не конструктор чтобы конструктор она создать функции и нет понятно чтобы у нас был конструктор этой панельки то функцию и не 3 ready это вызывается каждый раз когда когда-то много добавлено на сцену что такое короче тут инициализация так обработка сигналов нам да нам нужно обработать сигналы чё нам надо сделать нам надо выбрать кнопочку так переходим так нажимаю контроль с переходим на сцену вот тут 2d и так это я сюда наверно сдвину и выбираю кнопочку кнопочку и говорят говорят ну вот я выбрал дальше чё инспектор нода а вот ноду а вот сигнал все вроде легко и просто что нам надо сделать нам надо пресса два раза кликнул два раза кликнул баттон красненьким патч чем не надо ладно читаем же дальше мэйк фанкшен мэйк фанкшен он офф он хочу на красным светится красным что-то светится ну ладно давайте connect target нет такого или чё еще раз пресса бэйс баттон давай пресса красненьким почему красненьким а может быть добавить будь а физи узнать а удалить эй а как удалить выбрать удалить хорошо короче я нашел как сделать это легко но здесь предлагают ручками это все сделать ну давайте ручками давайте давайте откроем наш скрипт и вроде им нам надо получить есть такая функция вон get not давайте напишем вот и с помощью этой функции мы можем получить я так понимаю там любой доступный объект нам надо получить баттон 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 на откроем 2d баттон откуда он знает что это баттон ну потому что здесь написано а вот 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 где-то айдишка наверно задается да а если вторую кнопку добавлю а ну-ка давайте попробуем да баттон 2 где-то а вот здесь клацаем и и и можно так давайте удалю так это чё но д коннекшен куда она connection смотрите вот здесь скрипт мы можем создать новый скрипт или загрузить и можем установить этот целый с сказать сей холл вот и тогда уже там создать кнопочку это пресс от подожди к это дисконнект это пробовать вот это все можно это все можно сделать но здесь предлагается сделать все ручками поэтому ручками мы и будем это делать так get not получить баттон дальше это пример а вот на си шарты но на молибущийся плюс плюс приписать и вижу скриптинг так получаем кнопочку а теперь давайте напишем вот такую функцию скопируем надо написать функцию которая будет получать наш лайбл вот и устанавливать текст хэллоу теперь теперь нам надо связать вот эту кнопку баттон с точнее функцию с нашей кнопкой для том для этого всего надо сделать вот вот это в рейд в рейдин так то есть это вызывается когда добавляется ноды это бывает один раз добавили ноду вызвалась эта функция один раз отработала и все вроде отлично и и смотрите мы аж вот так вот мы получаем нашу кнопку но это папа аналогии как в cutie я думаю кто знаком с cutie то там тоже есть такой механизм сигналов и слотов и там тоже надо их коннектить то есть соединять и что мы коннектим соединяем да у кнопки есть сигнал пресса и мы соединяем с нашим слотом но это я по аналогии с cutie говорю в данном случае с функция он баттон пресса теперь когда на кнопке мы будем нажимать и там будет отрабатывать сигнал пресса будет вызываться наша функция он баттон пресса надеюсь больше чем надо вроде ничего давайте запустим а хэллоу уже стоит почему-то почему ведь я же еще ничего не нашел а ну-ка вот так вот в 5 пресс мео нормально отработало все отлично почему хвост и и елки ешь этот а так тут и было хэллоу ну понятно ладно так нажимаем 5 еще раз и проверяем я нажму сейчас кнопку и текст изменится нажимаю хилл окей все отлично а это что такое здесь написано ну да надо читать документацию все надо читать и я через слово здесь написано что там написано откроем скрипт вот баттон есть надо и лейбл в данном случае вот это у нас расширение нашего вот этой панельки и идет поиск баттонов лейбла и других выдающих имен и вот на одном этом уровне то есть по детям в панельки но если же баттон вдруг станет ребенком лейбла давайте сделаем вот так вот то какая-то фигня короче получилось ой как местный давайте контроль баттон перенесу сюда наверное просто так нельзя это сделать вот так а теперь не работает кнопка короче а ну да если у нас вдруг ну какая-то там кнопка ли чуть-чуть нибудь будет ребенком например лейбла то для того чтобы нам доступиться нам надо указать полный путь то есть данном случае идет поиск вот у нас родитель дальше только по вот этим вот ребенком внутрь у по ребенком детей да он не вне проходит он не заходит только вот на этом верхнем уровне соответственно было бы баттон наследником до или частью лейбла метки то тогда это было бы вот так вот лейбл да и баттон вот так баттон вот потому что потому что потому что вот так все сделано если если вдруг путь будет неправильный то вот это get not вернет ну а чё будет если мы пытаемся выполнить да вот и ничего и не будет вот она в режиме как бы типа загрузки даже не закрывается короче висит соответственно с этими путями надо быть внимательными и так и так давайте классным нихт в них те у нас будет что у нас скриптинг континет продолжение скрипта скриптинг а потом ее first game наша первая игра и так чё у нас тут здесь у нас уже непосредственно обработка до процессе так и и и и и чё у нас тут давайте быстренько какие-то враги но ничего не рисуется ладно 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 так у нас тут написано что некоторые действия вызываются с помощью обратных вызов или виртуальных функций ну то есть и не надо их постоянно вызывать да но но есть действия которые нужно вызывать или вычислять выполнять на каждом кадре каждый кадр и для этого есть два типа обработки или действий то есть бездействие как и правильно понял и физическая обработка бездействие активизируется с помощью функции а нет не с помощью когда вот такая функция процесс будет найдена в скрипте то есть в любом скрипте если вы напишите вот такую создадите вот такую функцию то эта функция будет вызываться на каждом кадре а также это можно отключить если мы вызовем функцию ноды сет процесс еще я так понимаю это просто установим а и набли или дисабли процессе ладно так дельта это параметр содержит время пройденное время в секундах это вещественное число подобно предыдущем процессе чё чё что как зачем ладно давайте а как дебажится дебажится тут можно о смотрите . останова даже можно поставить а ну-ка ф5 ф5 и чё и и ничего это чё значит а где не работает не понял только что работало ладно я думаю мы с этим со временем раз а вот окей так ладно давайте давайте пас я так понимаю это конец функции так как она на си шарпе ну на си шарпе как на си шарпе чё там говорить а единственный тип указывается до что чтобы блины чё такое паск стать вот здесь пас нету наверное надо давайте напишем пас тоже а вот здесь она закомментирована вот даже на ром пас не надо а чё тут надо а тут не надо непонятно опять ругается окей я понял пас это для того чтобы не было ошибок а если тело функции пустое вот я сейчас смотрите сделаем вот так вот сохранил все нормально сделаю вот так вот сохраняю ошибка чтобы не было ошибки нам нужно но это аналогия там ретурна ничего нибудь такой если функция уже имеет чуть что-то там тело то пас можно не писать либо для для подстраховки вот это я прочитал вот здесь go.engine.org и здесь у них есть там вопросы ответы и все такое так ну ладно продолжим 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 вар 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 это я так понимаю переменные вот а тут даже какие-то есть хорошо аккум а в процессе что-то тут будет этот аккум кстати я тут заметил ему все равно тут табуляции или пробел все отрабатывает нормально так мы что-то тут будем суммировать и в текст да а потом я так понимаю где-то это текст выводить так группы нам надо группы где эти группы ноды могут быть добавлены в группы вот но да а вот группы и на мисс ну давайте да блин вот так добавим а я тут тоже ну давайте и и чё а вот здесь даже подсвечивается то что подсвечивается что ты в группе но кликнула в какая группа если вот это выберу а сразу открывается группы я могу посмотреть хорошо и так нам надо пойти в рейде и добавить что-то в группу давайте вот здесь это сделать вот так ой а тут с маленькой а тут с большой писали чё делать ну давайте наверно так и оставим так как бы тут ноды написано могут быть добавлены в группы типа для организации больших сцен для более удобной работы с ними хорошо так что тут делается дальше 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 что-то тут написано есть это если игрок найден был где-то на базе все враги могут получить нотификацию об этом звуковым сигналом используя с центре call group знает он discovered он discovered это понимает наша собственно функция давайте напишем как напишем с копипасте давайте все-таки наверно там просто опечатка и нами с я в группе я все-таки вот вот до увеличу player воз диска плеер был на найден так это чё такое а это просто я так понимаю вот тут надо сделать так это объявляем переменную которая получает а которая получает из дерева все узлы в группе enemies в нашей группе у нас есть лейбл и баттон то есть два узла вот соответственно вот мы получаем получаем откроем справку get notice и получаем массив да то есть получаем массив всех этих блин узлов в дереве окей так получили дальше чуть-чуть делается дальше но дальше вроде ничего не делается он discovered это чисто пурли это демонстративный фон блин а нафиг вы ее тулить и да ладно но теперь ничего на занятий фикейши это просто я понял короче это чисто демонстративная функция ну да если мы где-то в процессе в своей логике на там как что-то там обнаружим мы можем мы можем 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 вызвать вот эту функции никого групп нет подождите call group чуть делает call group вызывает функцию для каждого члена в этой группе а я понял получаем список всех узлов и для каждого узла вызываем вот эту вот функция ну ладно то такое так уведомление год имеет систему уведомлений это обычно не требуется для скриптования но это также низкий уровень и виртуально функции там те и вот мы можем получать какие-то уведомления так уведомление виртуальную функцию натификейши ладно это все я думаю с этим надо будет сталкиваться процессе создания игр или написания поэтому на в любом случае то кто начнет что-то делает тут с этим столкнется так это чё у нас перегруженные функции не это не перегрузка это переопределенные функции и так какие функции есть а ну да enter 3 это когда 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 что-то тут нода становится активной реги и эта функция вызывается каждый раз после enter 3 exit это когда нода становится неактивно процесс это мы уже познакомились на каждом кадре это на каждом кадре физик процесс то есть вот есть две функции которые обрабатываются вызывается на каждом кадре и и и и зависит зависимость от того чего нам надо тумы и пире открываем возможно даже две так создание нод а вот можно создать ноду так ноду ноду блин ладно это все просто описание без каких-то реальных примеров поэтому сейчас быстро пробежимся и на сегодня все а в следующем видео приступим к first game так чё тут можно тут можно создать новую ноду в данном случае новый спрайт так у нас здесь строгая типизация вот я смотрю c sharp и здесь все более-менее ясно создаем переменную private и создаем новый спрайт спрайт это я думаю вы знаете уже картиночки можно рисовать здесь же просто мы вызываем объект какой нам надо создать и вызываем функцию new и добавляем добавляем эту ноду нормально это можно динамически добавлять удалять так дальше чуть дальше можно загружать сцену непосредственно из файла вот это хорошо это хорошо вот мы можем сцену загрузить сделать про лот а потом инстанцировать ее то есть уже загрузить и добавить как ребенка то есть можно загружать несколько разных сцен и все такое ладно надеюсь было не очень нудно и надеюсь хоть кто-то но досмотрел и тем кто досмотрел большое вам ребятки спасибо что вы досмотрели это видео до конца поэтому пока не поэтому пока всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки и все такое ну а теперь всем пока до новых встреч